В одной из рек Орловской области нашли танк у ребенка Великой Отечественной. Боевую машину подняли на поверхность местные поисковики. Причем где точно находится танк не знали. В документах военного времени нужную информацию найти не удалось. Дайверам пришлось обследовать речное дно, чтобы отыскать танк. За спасением Валентайна наблюдала Ольга Чернова. Орловские любители подводного плавания ловили рыбу, а вытащили танк. Разных железок во время подводной охоты в реке Зуша, говорят дайвера, можно увидеть немало. Поэтому, размывая на двухметровой глубине песок, из которого виднелось не совсем обычное колесо, они и предположить не могли, что это части танка времен Великой Отечественной войны. Сегодня наша задача обнаружить башню. Мы видели внизу гусеницы. Дайверы уже неделю обследуют этот участок реки, собирая детали бронемашины. Поднимают их на поверхность с помощью военной техники и подводных парашютов. Разведка показала, что фрагменты танка разбросаны в радиусе 100 метров, и большая их часть скрыта песком. Основание. Рабочее место механика водителя. Видите спинка, рычаги, переключатели, педаль. Найденные патроны от британского пулемета и маркировка на деталях Made in USA не оставили сомнений. Обнаружен танк «Валентайн» англо-американского производства. Во время Второй мировой войны более трех тысяч таких танков поставили в Советский Союз по Ленд-Лизу. Красноармейцы называли легкие «Валентайны» «Валентинами». Англичане делали броня, крепилась на уголки, клепками, и легкий пехотный танк. То есть, поэтому при взрыве, как конструктор Лего его разбросало. Среди груды брони и песка дайверы обнаружили человеческие останки и пробитую каску. Теперь во время поисковых работ на дне они стараются ничего не упустить, надеясь найти солдатский медальон. Если по номерам на агрегатах мы определим номер танка, а потом уже возможно определить судьбу экипажа. Орловская область была в оккупации 22 месяца. По берегам реки Зуша проходила линия фронта. Поисковики начали изучать архивы, пытаясь выяснить, какой бригаде принадлежал затопленный «Валентайн». В связи с этим интересное свидетельство бойцов 80-й танковой бригады. Из документов следует в феврале 42-го года на скованной льдом реки Зуша танкисты построили из сосновых бревен переправу. Военную технику приходилось переправлять под постоянным артобстрелом. Цитата. «Один танк «Валентайн» взвода лейтенанта Дуброва не точно скорректировал на настил переправы, лед не выдержал и танк утонул. Механик-водитель и башенный стрелок спаслись». Поисковики не исключают. Эти фрагменты могут принадлежать тому самому «Валентайну», о котором говорится в документах 80-й танковой бригады. А значит, танк затонул здесь 67 лет назад. Мы находим остатки бревен, скрепленные между собой скобами. От чего произошел взрыв? Может, его добивали, может, произошло попадание в боекомплект. Но тут же возникает и другой вопрос. Чьи останки были найдены среди деталей танка? Поиски на дне Орловской реки в архивах продолжаются. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Вадим Казак и Юрий Лесных телекомпаний НТВ, Орловская область.